Поводом для депутатского запроса является проблема оттока мозгов и притока неквалифицированной рабочей силы в Казахстан. Если опираться на официальную статистику, Казахстан был наиболее привлекательным для миграции с 2004 по 2011 год. Самым лучшим показателем за этот период стал 2006 год, когда миграционная сальдо составила 33 тысячи человек. Но с 2012 года страну больше покидает казахстанцев, чем прибывает новых лиц, желающих получить гражданство. С учетом декущей геополитической ситуации этот отток прекратился, но отрицательная сальдо сохраняется – минус 6700 человек. Для нашей страны, учитывая низкую плотность населения, это катастрофическая цифра. Особенно если учесть данные Всемирного банка, потеря одного трудоспособного человека с высшим образованием эквивалентна 1 миллиону долларов США. С 2000 года число казахстанцев в результате оттока за рубеж уменьшилось на 346 тысяч человек. К сожалению, им на смену чаще всего на территорию Казахстана прибывают нелегальные трудовые мигранты. Они не только не платят налоги и выводят средства из оборота, но и, скажем так, отбирают хлеб у наших соотечественников. Для понимания масштабности и серьезности вопроса приведу следующую статистику. В Таджикистане и Кыргызстане денежные переводы от трудовых мигрантов составляют около 20% от ВВП страны. В Узбекистане этот показатель меньше, но уровень зависимости потребления от доходов мигрантов сохраняется высоким, около 15% ВВП. По официальным данным МВД, немалая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов. В большинстве случаев эти же сотрудники правоохранительных органов закрывают глаза на такие действия. И вот получается такая ситуация, что наш рынок труда, он не просто открытый, он у нас дырявый. Интересы наших граждан практически не защищены. В ноябре прошлого года правительство намеревалось создать единую информационную систему учета движения мигрантов. Но на сегодняшний день никаких эффективных действий со стороны правительства так до сих пор и нет. Исходя из вышесказанного, у нас возникли ряд вопросов и требуем на них соответствующих ответов. Первое. Когда будет запущена данная проект-система? Кто является ее разработчиком и сколько средств направлено на ее создание? Я задаю этот вопрос еще и в контексте IT-безопасности и сохранения данных по национальной безопасности. Второе. МВД периодически в ручном режиме проводит работу по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Сколько физических лиц было привлечено к административной ответственности в связи с этим в прошлом году? Какова эта динамика за последние пять лет? Из каких стран основные нарушители? Третье. Вопрос такой. Не назрела ли необходимость ужесточения наказания как для нарушителей, вплоть до установления запрета в будущем пересекать казахстанскую границу, так и для казахстанских как физических, так и юридических лиц, которые прикрывают нелегалов и создают им условия для нарушения законодательства? Продолжение следует...